Дом на две семьи Наталья Беляева и ее соседка обустраивали по крупицам. Раньше в этом здании была столовая сельхозпредприятия, где полжизни и работали женщины. В 1998 году им удалось добиться от начальства служебного жилья. Так женщины и заселились в полуразрушенную столовую 1956 года постройки. Вот это вот мы все сами делали, своими руками, все сами покупали. Только у нас теперь хотят это все отобрать. Не знаем, что нам делать. Женщины также сами добились статуса жилого помещения с двумя квартирами. По словам Натальи, начальство обещало передать помещение ей в собственность. Но руководство компании сменилось, а два года назад и сама женщина уволилась. Теперь ее вместе с семьей выселяет бывший работодатель. Столовая колхозная, а земля муниципальная. Никто ничего не может сделать. Никак. Мы куда только не ходили, какие мы только юристам. Живите, никто вас не выгонит. Гараж мы сами отстроили своими руками, тоже так же все покупали. И вот как мы кому-то его почему-то должны отдать. Родную столовую Наталья делит с семьей Светланы Колясниковой, которая тоже два года назад уволилась с предприятия. По словам соседок, заместитель директора компании, чтобы выселить нежеланных жильцов, пошла на крайние меры. Она села, я говорю, здесь буду спать. Я говорю, нет, здесь буду я спать. Она говорит, нет, тебе завтра на работу. Я говорю, вам тоже на работу. Ломали дверь в час ночи. Сначала вырвали запор, потом вот эту искурочили дверь. Потом я вызвала полицию, полиция приезжала. За плечами семьи не один судебный процесс. Но пока суд встает на сторону собственника. Хоть с документами на дом и не все гладко. Дом сейчас, да, он поставлен на кадастровый учет, но с существенными нарушениями закона указано, что это общий жилой дом, общий квадратур и без указания квартир. По сути, они построили сами за свой счет, своими силами и деньгами это помещение. Заместитель директора предприятия, где работали женщины, предлагала семьям выкупить квартиры в доме по скромной цене за 700 тысяч рублей. В 2013 году, согласно документам, балансовая стоимость дома была 7385 рублей. Но сейчас уступать в цене нынешнее руководство предприятия не планирует. Сдаваться и переплачивать женщины не намерены. Они уже обратились в прокуратуру, а также к уполномоченному по правам человека Свердловской области. Пока дело дома по адресу Титова 2А находится на рассмотрении. Евгений Алексеев, Александр Гамзяк, События ОТВ.